В кардиологическое отделение Брестской областной больницы Людмила Мастыка попала по направлению. Сахарный диабет и, как следствие, ожирение спровоцировали у женщины гипертонию – одно из обстраненных сердечно-судистых заболеваний. Подобный букет болезней свойственен многим и зачастую причина – невнимательное отношение к собственному здоровью. Люди не спешат идти к врачу. Что вы можете посвятовать тем людям, которые, может, чувствуют где-то что-то у них болит, надеяться на пресловутый русский авось? На авось надеяться не надо. Надо всегда компетентно обращаться к докторам, потому что чем дольше мы терпим, тем хуже потом нам лечить, нас лечить. Лев Николаевич, наоборот, находится на плановом обследовании. Проблемы с сердцем у мужчины начались пять лет назад. После перенесенной операции на жизненно важном органе он постоянно консультируется у врачей и ведет здоровый образ жизни. Сегодня какие меры профилактики вы соблюдаете конкретно? Может, какие-то секреты у вас есть? Секреты – это сбалансированное питание. Естественно, мы выполняем рекомендации врачей, у которых наблюдаемся, у которых лечимся. Естественно, активный спорт нам уже, скажем так, возможно и не по зубам. Ну а пешеходные прогулки, велосипед, плавание – это ежедневно должно присутствовать в нашей жизни. К сожалению, мнение Льва Николаевича разделяет далеко не все. Часто, придя домой после работы, многие из нас сначала плотно ужинают, а затем садятся перед телевизором, совершенно не думая о том, что гиподинамия и переедание входят в основной список причин бича 21 века – инфаркта миокарда. Самое печальное, что это заболевание с каждым годом молодеет. Проблема еще в том, что с каждым годом возраст заболевающих сердечно-сосудистыми заболеваниями становится моложе и моложе. И поэтому в нашем отделении можно увидеть и призывной возраст, а это 19-26 лет, и беременных, это также 19-30 лет, и точно так же и пожилых людей, кому за 80. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире. Ни по какой другой причине не уходит из жизни столько людей. Более 9 миллионов ежегодно. По ценкам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году более 23 миллионов человек умрет от сердечно-сосудистых заболеваний. Главным образом от болезней сердца и инсульта. Однако избежать группы риска помогут очень простые и эффективные правила. Бросить курить. Раз. Второе. Похудеть. Два. У каждого человека есть лишний вес, поэтому измерение очень простое. Рост и вес. Вот оно должно примерно соответствовать. Если есть какие-то там 10 килограмм лишний, это тоже лишний вес. Два. Третье. Измерять артериальное давление. Хотя бы раз в полгода, раз в год измерять сахар. Сделать ЭКГ. Физическая нагрузка обязательная всем поколениям, всем возрастом. Поэтому вместо того, чтобы уткнуться в монитор компьютера или экран телевизора, лучше потратить драгоценное свободное время на поход в бассейн, спортзал или на элементарную прогулку на свежем воздухе. Ведь еще древние мудрецы говорили, что движение – это жизнь.